Приветствую всех! Зовут меня Ирина Агапова-Маркелова. Подождем сейчас моих друзей. Тема сегодняшней трансляции «Работа с возражениями в сетевом бизнесе». Напишите, как меня слышно. Поставьте плюсики, если меня слышно хорошо. И спасибо вам за ваши лайки. Подписывайтесь на трансляции. Один раз в три дня я веду трансляции. У меня расписания особого нет. Когда надумаю, тогда и провожу. Как меня слышно, поставьте плюсики. Тема нашей сегодняшней трансляции «Работа с возражениями в сетевом бизнесе». Позвольте представиться. Меня зовут Ирина Агапова-Маркелова. Я работаю в сетевом бизнесе в проекте «Всем миром». «Hallworld» 2013 года. Уже три года. Даже уже четыре. И первое возражение, которое наверняка вы слышали, если вы занимались сетевым бизнесом. Да, это же «Пирамида». И как вы думаете, второе слово какое? Вы его, если вы занимаетесь сетевым бизнесом, слышите каждый день. Напишите в комментариях. Ваш проект – это «Пирамида» и «Развод» или «Лохотрон». Как правило, люди пишут правильно, Андрей. Это «Пирамида» и «Лохотрон». Давайте разберемся. «Лохотрон» подразумевает под собой какой-то обман. Так, чем же занимается проект «Всем миром»? Кто кого обманывает? Когда мне задают такой вопрос, я спрашиваю, кто кого обманул? И человек только может полаять. Гав, гав, гав. Это «Лохотрон», это «Развод» и так далее. Человек не знает, что ответить, кто кого обманул. У каждого человека в проекте «Всем миром» привязан к аккаунту «Единый кошелек», на который приходят переводы. И я спрашиваю, если один человек, например, я вам отправляю на ваш кошелек один рубль, то вы, соответственно, этот рубль получаете. И можете вывести его на карту, если один человек отправляет денежный перевод другому человеку, и тот человек, которому отправляют, соответственно, его получает. Так в чем здесь «Развод»? В чем «Лохотрон»? Как правило, этот человек, который так лаял, в ответ ничего сказать не может. Все равно «Пирамида». Говорю, обоснуйте, докажите. И не спешите таких людей заносить в черный список. Вика, все попозже. Презентация у меня на стене. Сейчас у нас тема «Работа с возражениями». А вопросы уже минут через 7-10. Готовьте свои вопросы. Так, сбилась. В общем, не спешите ставить такого человека в черный список, потому что, как правило, это ваши будущие клиенты. Даже если тот, кто вас послал матом, очень много у меня таких людей было, потом они приходили с извинениями и просили взять их в свою команду, потому что они видят, что в топе 10-8 человек из моей команды, как правило, в десятке лучших каждый месяц. Остальные просто либо ленятся, либо не работают. Второе возражение. А что, вдруг у меня не получится? А вы пробовали? Ребенок, когда падает, потом встает. Когда учится ходить, опять падает, встает и дальше идет. Ребенок не думает, вдруг у меня не получится. Третье возражение. А что же будет, если все люди на Земле вступят в ваш проект всем миром? Ну, мое мнение такового никогда не будет, потому что не все люди готовы заниматься сетевым бизнесом в интернете. Это просто не их. Даже вот у меня многие знакомые, которые вот в пятерочке работают. Подружка у меня учителем начальных классов работает уже 20 лет. Мы с ней вместе учились в педучилище. Она видит, что я купила вторую квартиру, потом купила третью. Она все равно не в нашем проекте, потому что она говорит, это не мое. Мне нравится работать в школе. А другая, которая в пятерочке работает, и зарплата у нее 15 тысяч, сейчас 17 тысяч, тоже говорит, нет, в интернете не хочу, не лежит душа. Поэтому каждому свое, и все люди на Земле не смогут быть в этом проекте. Даже если так случится, пятерочка, это сеть магазинов. Так же, как и Магнит, так же, как и Дикси. Вот у вас в Беларуси, не знаю, у нас вот сеть магазинов по всей России. И даже если такое случится, что все люди на Земле будут в нашем проекте, представляете, это будет как круто. Мы все сразу станем миллиардерами. И на планете каждый человек умирает и рождается. И поэтому, когда человеку исполнится 18 лет, он может принять участие в нашем проекте. Поэтому, можно сказать, проект вечный, который работает с 2011 года. Назовите мне такие проекты, которые официально работают уже шестой год. Дальше. Еще встречала такое возражение. А это незаконно. А вы законы вообще проверяли? Проверяли ли вы легальность компании? Проверяли ли вы, платит ли эта компания налоги? Я все проверяла, прежде чем вступить в проект. Все у нас легально и все у нас законно. И даже наша компания платит налоги. А мы, участники проекта, налоги не платим. Потому что очень многие спрашивают, платите ли вы налоги и грозится нам прокуратурой. Да, вся прокуратура уже в нашем проекте. Налоги мы не платим, потому что это финансовая помощь. Человек, когда вступает в проект, он добровольно оказывает финансовую помощь. А, как известно, деньги дарения не облагаются налогом. Поэтому, участники проекта налоги не платят. Это очень большой плюс. Пятое возражение. А что, тут еще и надо приглашать? Вы знаете, приглашать нужно везде. Даже если вы продавцом стоите на рынке где-нибудь. Вот я хожу за овощами. У меня мужчина постоянно улыбается, чтобы я к нему приходила еще раз. Потому что за каждого покупателя держатся. Так же и в сетевых магазинах. В магните, в дикси, в копеечке, в пятерочке и так далее. Там тоже держатся за своих клиентов. Особенно если зарплата сдельная. Зависит помимо оклада еще от количества товара. Сколько продаж, еще и какие-то проценты. То люди держатся за своих покупателей. Так же и вот я работала еще парикмахером. Тоже улыбаешься, делаешь хорошую стрижку, чтобы клиент к тебе вернулся. Так же и в сетевом бизнесе. Здесь нужно приглашать. Это не вклад. Поэтому это не пирамида. Компания не принимает на свои счета деньги. Принимает всего лишь 4 доллара за обслуживание кабинета один раз в год. Я считаю, это невеликие деньги. Компания живет за счет продажи услуги бизнес-автомат. И как правило, ее у нас каждый участник покупает. Особенно на старте. Это дает возможность получать бонусы 10% от его рефералов. А также дает клиентов где-то от 12 до 30 регистраций в месяц. Так что приглашать нужно везде. И не ведитесь вы на то, что очень много вижу рекламы в серфернере, в тизере. Здесь ничего не нужно делать. Здесь не нужно приглашать. Денежная машина. Деньги будут сами идти на ваши кошельки. А что ж ты тогда рекламу платно даешь, если деньги будут сами идти и ничего не нужно делать? Неужели еще такие дебилы есть, которые на это ведутся? Есть еще такие сетевые проститутки. И в моей команде таких было очень много. Не буду называть фамилии. Человек, к примеру, поработал месяц, вложился в рекламу, записал два видео и говорит, а народ ко мне не идет, у меня ничего не получается, пойду я в другой проект. Там получается то же самое. В рекламу вложил, потратил деньги на вход и опять начинает приглашать. Опять месяц проходит, человек сдувается и идет в следующий проект. И так далее. И так по кругу. То есть он вкладывает, вкладывает, а в ответ ничего не получает. Приведу вам такой пример. В рекламу я вкладываю в Surferner, в U-Matrix, в тизерную рекламу. Потом у меня работают роботы по ВКонтакте. Я пользуюсь программой SMR, ВК-Про, автоскриптом, который по Facebook у меня по группам постит. И работа ведется круглосуточно роботами. Также у меня есть моя методика, которой пользуется вся моя команда. Если я нахожусь постоянно в топе 10 и купила 3 квартиры за 3 года, значит я на верном пути. Моя методика приглашая, не приглашая работает. Кстати, стримы очень хорошо популяризируют ваш бренд. Один раз в 3 дня я обязательно веду стримы с одного, вот с этого основного аккаунта и еще с другого аккаунта. День здесь, день там и так чередую. Потому что очень многие после моих трансляций пишут мне в личку и вступают в наш проект, становятся моими партнерами. Но работаю я не со всеми. Трачу время не на всех, трачу время только на активных. У нас есть свои правила. И кто не выполняет эти правила и задания для команды, того мы удаляем из чата и добавляем после того, когда они выполнят все задания. К примеру, снять ролик или оформить профиль. И все задания посильны. Сначала мы выполняем, а потом выполняет уже наша команда. Отвлеклись немножко от темы. И про сетевую проституцию хотела рассказать. Представьте, вы едете из города Ростова-на-Дону в Мурманск. 3000 километров. Едете, едете. Проехали полпути. И потом передумали. И думаете, ой, а поеду я в Воронеж. Поворачиваете, едете в Воронеж. Не доезжаете до Воронежа. Ой, мне надоело, поеду я в Кисловодск. Разворачиваетесь из Воронежа и едете в Кисловодск. Не доезжаете до Кисловодска, едете во Владикавказ. И так далее. Это то же самое, что человек вступает в какой-то проект. И потом бросает. Идет в следующий, в следующий. И так далее. Остановитесь вы на одном проверенном. Которому можно доверять. И которому уже несколько лет. Дальше. Шестое возражение. У меня нет столько друзей, чтобы приглашать их в проект. Друзья вам и не нужны. И родственники не нужны. Ни один друг меня не поддержал. И бывший муж, который у меня был, меня тоже не поддержал. Мало того, он вставлял палки в колеса и не давал мне работать и участвовать в этом проекте. И до сих пор грозится мне прокуратура. И даже после того, как мы три года назад развелись. И грозится, что он пойдет в прокуратуру. Что он на меня нажалуется. Здравствуйте. Представляете, моя бывшая жена работает в интернете. Ему скажут, ты что, дурак. У нас уже все законно. И нам нечего уже никому ничего доказывать. Поэтому ни один родственник и друг меня незнакомый не поддержал. И никого у меня нет в проекте. Только мама и папа. И мой муж Борис Маркелов, который сейчас у меня вместе со мной в этом бизнесе. Мир большой. На планете живет 7 миллиардов человек. И интернет вам предоставляет огромные возможности. Берите и пользуйтесь. Дальше. Некоторые говорят, а сейчас уже поздно кого-то приглашать в проект. Потому что уже многие знают об этом. Ну, конечно, 870 человек из 7 миллиардов знают. А остальные 7 миллиардов еще не знают. У нас еще даже одного миллиона нет. Поэтому очень хорошо, что очень многие знают. И никогда не поздно вступить в проект. Восьмое возражение. У меня нет времени. Ну, у всех в сутках 24 часа. И автоматизируйте свой бизнес. Вот в 13-м году у меня не было роботов. Я работала руками по 12 часов в день. А сейчас у нас круглые сутки работают программы, которые я уже выше перечисляла. И руки у нас развязаны. Они постят, они опубликовывают видео. И поэтому процесс идет, переводы идут. А мы занимаемся своими делами. Дальше. У вас дорогой вход в оказание помощи. Вот кто-то спрашивал. 100 долларов. Вот было бы дешевле, у вас было бы больше людей в проекте. Если бы вход был 100 рублей, то вы бы на свой один кошелек получали бы 10 рублей. Вам по душе такой доход? Мне, например, лучше 10 долларов. И вход, если дорогой, то значит того стоит. Вот вы, например, не хотите покупать машину АКУ? А хотите, к примеру, Бентли или Мерседес, или, например, доступную машину, вот люди берут в кредит, которые 600 тысяч стоят. Почему вам АКУ не купить? То же самое и здесь. Не разменивайтесь на эти дешевые хреновые проекты, незаконные, которые распадаются через 2-3 месяца. Админы срубят деньги и все. И закрывают такие проекты. Я считаю, что надо работать в долгосрочном проекте. Вот. Готовьте ваши вопросы. Жду вопросов пару минут и будем закругляться. 100 долларов в год это немного. Наработайте команду, они будут еще и ежегодную помощь оказывать. Это уже ваша вторая пенсия. Кому интересно, ссылка будет она сейчас на моей стене. Как это работает система презентации проекта, также на моей стене. Пишите в личку, добавляйтесь в скайп. Мой скайп Ира Бизнес. Кто еще не приобрел методику, стоит она 2000 рублей. Кстати, объявляю акцию. Кто купит бизнес автомат, хотя бы на один месяц, тому методику продам за 1000 рублей. Кстати, в моей методике есть еще партнерская программа. Если вы будете ее продвигать, вы будете получать 25% с продажи. Поэтому, кому интересно, пишите в личку. Буду я заканчивать. Была рада вас увидеть. Всем пока.